всем привет всем привет привет мои дорогие мы идем сейчас больницу точнее я иду там вот у нас прием крови виду сдавать кровь на общий анализ для того чтобы смотреть если у меня воспаление в организме ну там что-то лейкоциты должны быть повышены тогда там подобно в общем идем туда пахнет столовкой видать в больнице начался завтрак прям конкретно пахнет скажи вань капустой я бы не отказался планет нормально ваня любит очень салонскую я люблю очень я ее могу есть я не могу есть вот а дальше мы идем на флюорографию мне надо сделать флюорографию чтобы посмотреть что за хрип у меня там а ваня надо для трамвайки забрать флюорографию он когда-то делал вот нам дубликат сделать поэтому идем заниматься делами и наконец-то мы идем вместе это не может не радовать хоть погуляем месте по делу конечно но давай давай я наверное забыл собой паспорт я заговорила что он тоже идет на не начал во всем карманом себя щекочек все вот такие два почему идем сдавать сюда у нас на улице уже начало темнеть пыталась я что-либо снять он дома но у нас по соседи уже вторую неделю подряд идет капитальный ремонт это дрель это постоянный перфоратор а когда у них перерывы у меня сама какая-то определенная деятельность которую я не снимаю но когда сижу ютубе там или заполняю какие-то документы в общем тоже совершенно не интересно когда я очнусь что да надо снимать опять начинается перфоратор как сегодня ваня уже на носе начал смеяться как жизнь тебя ничему не учат три часа у них начинается перфоратор в общем дома ничего снять не могу рассказываю вам пока что что произошло мы сходили с его на больницу увидели потом мы сделали флюорографию но я сделала получается мне сделать проекцию грудь и сбоку сделали чтобы исключить правосторонний воспаление легких дальше я у девушки спросила когда будут результаты на год подождите я вам сразу задам дам подождали минут пять и на руки выдали мне результат где написано что органы грудной клетки в норме в общем исключили меня полностью все что говорили врачи потому что я была в этом уверена что мне все нормально и никакие антибиотики пить по-хорошему не надо вот поэтому антибиотики отменяются просто остаточное явление после болезни это кашель и хриплость голоса я надеюсь что это скоро уже пройдет дальше мы вернулись с иваном сделали себе нестандартный завтрак сегодня мы себе позволили чизбургера мы увидели что сейчас макдональдс идет акция чизбургеры по 30 рублей вот пошли очень по два чизбургера купили домой пришли с кофе попили в общем оттянулись на полную ну и дальше какие-то дела заботы особо сегодня ничего не готовили подъедали все что было старым и занимались всякими документами делами опять не появилась подработочка вот а сейчас я иду на работу к татьяне наводить красоту надо побрать мы бровки но еще некоторую растительность убрать и дальше уже опять же по делам сегодня у меня киношка но об этом расскажу чуть попозже все пошла к татьяне ну в общем такую красоту татьяне навела как всегда лицо конечно у меня красная но в этот раз даже бровки мы с ней покрасили усы конечно же она мне удалил где бы она их нашла только не пойму но каждый раз она мне почему она любит издеваться над людьми хочу вам сказать за кадром она вам всем передать привет вот такая красивая замечательная а дальше я иду встречаться со своей любимой мамочкой идем мы с ней на фильм под названием холоп и уже как схожу в кино как мне будет кино все вам расскажу ну комедия надеюсь мне понравится вернулась я домой в очень хорошем настроении хочу с вами поделиться данным зарядом моих эмоций во-первых у нас прекратили сверлить дрелить и так далее нет они конечно молодцы они временной режим соблюдают они начинают где-то в девять или в десять утра где-то надо часу они работают потом у них перерыв но то что если вдруг а в маленькие дети можно положить на дневной сон и потом часа в три они начинают и где-то до пяти до шести часов но так как в это время я как раз нахожусь дома то мне кажется они их сверлят круглосуточно а и выходные тоже не сверлят в общем я нахожусь дома у меня как раз начинается пора что-то снять что-то сделать и они сверлят и вот сейчас я пришла домой тишина в общем слава богу все перфораторы и дрели нашего дома прекратили свою работу в общем кайф это вот уже один положительный момент второй положительный момент все-таки по настроению моей мамы по рекомендации там одного фармацевта я купила препарат от кашля не знаю но мне кажется немножко мне помогать уже начал хотя только начала принимать надо рассасывать таблетки но надеюсь мне поможет и кашель все-таки у меня уйдет но вы заметили мои первые ролики когда я вышла после вот болезни начала снимать и сейчас я даже уже говорю гораздо лучше менее хриплый голос у меня но кашель кашель конечно вам не показываем что меня закажет но все-таки кашель я хочу вам сказать гораздо меньше стал вот еще положительная эмоция и самая положительная эмоция это то что мы с мамой сходили в кино хочу сказать вам рассказать предысторию почему мы пошли в кино из-за чего как что случилось вроде они нам с им скумой ходила тут я зачистила полгода не ходила здесь я пошла смысл в том что раньше моя бабушка жила закрытом городе это город первой категории закрытости где изобрели атомную бомбу где серафим саровский в общем бывший альзамас нижегородской области и она там жила бабушка совершенно одна туда можно попасть только если ты делал приглашение потом тебя проверяют два-три месяца органы и потом тебе даю добро не добью въезд в город просто так очень в город ты никогда не заедешь и поэтому в основном туда ездил папа папа ездил минимум два раза в год это рождественские каникулы майские и еще когда-то он что-то едет но вот рождественские точно и получается папа отмечал новый год семьей и 1 января он всегда уезжал туда к бабушке и сниму потому что все таки человек пожилой где-то надо сделать ремонт где-то что-то отремонтирует какая бытовая техника не вышла из строя она не знает как ее подчинить или заменить в общем папа приезжал и занимался всеми организационными делами так как бабушка не могла ничего это сделать бабушка чисто ходила на работу домой она даже не готовила ей на работе выдавали паек за отдельную плату в столовой и в общем она даже особо не готовила она покупала себе какую-то молочку хлебушек и больше она ну особо ничего ей не надо было поэтому получается на рождественские каникулы папа уезжал и мама оставалась полностью одна и вот мы с братом придумали такую традицию получается каникулы январские брат обязательно маму водил всегда в кино ну и я бывает с ними вместе за компанию ходила бывает они двоем ходили все-таки возраст наших родителей у меня папа 60 года рождения мама 63 года рождения у них такое что уже они вот так вот не пойдут в кино вот там еще очень ну крайне редко может быть такой менталитет у людей может быть они считают что они очень там вот возрастные для данного хотя я считаю ничего такого нет и слава богу и пускай ходят и все в общем я вот помню свое время свое все это а мне кажется на тарасбурь бы только один раз они ходили вдвоем и все в общем как бы они вот не ходят и поэтому мы стараемся что-то вот новое ну вот и брат в общем ходил с мамой а я ходила с мамой став кафе ну я покушать люблю мы заходили с ней в кино в ресторане в кафе в ресторан куда нигде очень вкусно но у меня мама она стройная девушка и она много не ест все подряд не ест очень мы с ней ходили всегда какие-то очень вкусные блюда ели там каком теле цезарь салат или какие-то роллы мы заказывали но каждый раз это что-то такое было необычное что дома не покушаешь и вроде атмосфера остановка нарядиться там вот все 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 ну а сейчас уже все поменялось бабушка здесь папа получается никуда не уезжает как бы они если что могут вместе сходить в кино там в кафе и так далее ну хотя особо этого не делают сейчас брат также занимается своей семьей не живет в нашем городе ну и как бы все это сошло на нет но мне хотелось очень чтобы новый год маму сводить ну как-то вот как вот это очень приятно очень вот душевно и но у мамы была проблема со здоровьем и она не могла новогодние каникулы пойти никуда она больше находилась дома лежала отдыхала как бы ей было не до того сейчас у мамы слава богу восстановила здоровье ей стало получше она стала более активна и вот мы пошли я ее отвела в очень классную пиццерию вообще класнецкую эта пиццерия у нас как я понимаю даже не сетевая а вот чисто такая вот часть снег у нас в городе но там супер там даже вот пиццу готовят на открытом огне получается с помощью дров простых дров получается печь настоящий русской печь там готовят тесто такое вы бы не ощущаете нет такого что вот ты ешь прям пирог такой тесто одно сплошное нет оно тонюсенькое тесто обожженное такое все красивое и сверху начинка необычная вот необычное все но конечно цены такие я вам скажу очень океаховой но так как у меня мама есть очень мало и очень много и не на плюс еще там атмосфера такая обстановка очень интересная необычные стулья необычный сам дизайн ну классно классно я уже на было несколько раз пришла туда также по рекомендации своих друзей и всегда стал оставалась будучи довольны вот я маму туда тащила в общем мы взяли пиццу взяли там какие-то чужие морс наелись от души во-первых красиво необычно очень качественно и очень вкусно в общем остались очень довольны и потом пошли мы на фильм фильм называется комедия холоп я когда еще не вышел от холоп на экраны но в кинотеатр они вышла на него например я увидела уже трейлер к этому фильму я прям говорю хочу все вот именно этот фильм и слава богу до сих пор идет хотя в декабре начали его показать комедия вообще класс не буду раскрывать всех карт советую всем и вся холоп называется в начале мы когда пришли начали смотреть фильм я расстроилась неинтересно скучно какую-то мразоту показывают что-то такое непонятное думаю в трейлере они показали вот единицы самых интересных вещей которые вот будут тогда а все остальное вот такая пугать будет ну все а потом появился главный актер в ростовске что называется забыл как его замутали в антеннах он еще играл такой вот он весь нестандартный и также он играет роли со вот как он появился мы сразу начали смеяться сначала вы хихихали по чуть-чуть в общем благо на зале было всего пять-шесть человек от силы ну ну семь максимум даже мне кажется семи не было вот сначала мы хихикали по-тихому потом мы уже не обращая внимание с мамой ни на кого мы смеялись во весь голос весь этот фильм причем смотришь фильм и не понимаешь какая же будет концовка ну что же там будет копия или все пойдет плохо еще что из-за главного героя переживаешь ну давай давай так вот сделай это ну давай давай ну ты сможешь в общем сидишь и ты вот себя участвуешь в этом фильме но смеялись много смеялись мы постоянно а под конец фильма моя душа не выдержала и начала плакать как мне было вот трогательный такой момент так все это как же мне прям у меня слезы прилились в общем мы наплакались и насмеялись фильм вот всем рекомендую сходите посмотрите не успеете сходить посмотреть там интернет но посмотрите на эти холоп если вам нравится комедии то если это ваш жанр то вообще рекомендую всем очень здорово и классно ну а я собираюсь ложиться спать но перед сном я решила сделать заготовку на завтрашний завтрак у нас продолжается эпопея опять же с лавашами ваня здесь уже сегодня целый день делает лаваш ну наподобие швурмы лаваш фарш обжаренный наверное кетчуп горчицы как я приняла майонез нет майонез не берет он я видела еще что он делает туда капусту в общем что-то такое в общем баня сегодня целый день ест с удовольствием очень радуется а я вот категорически прям этого не хочу я хочу что-то наподобие роллов наподобие с рыбкой но так как рыбка по ценам кусается я придумала свой ролл но я поняла что надо сделать это обязательно с вечера чтобы ночь полежала и на завтра на утро она будет восхитительно классно поэтому я сейчас быстро сделаю заготовочку покажу вам как я это делаю что я делаю что вы взяли себе на заметку очень здорово если вы например на работу спешите или еще что-нибудь вы с вечера сделали утром нарезали раз на столе у вас уже все есть не надо не бутерброда делать ничего у вас уже все готово поэтому садитесь берите ручку записывайте и так други мои что мне надо нам надо лаваш такой вот тоненький нам надо творожный сыр сливочный носу на развес продается но еще есть творожный он забыл как называется ну вот который используется для роллов который добавляется нас вот на развес продается очень удобно огурчик свежий там немножечко и место рыбы я взяла крабовые палочки но здесь не палочки мясо ну смысл один тот же в общем песком и так раскладываем свой лаваш войскок немного его наставил так все это дело мы мажем сыром ой как-то он меня не туда вывалился прям побольше и размазываем я не буду прям вот стараться что было везде самого начала я делаю исключительно себе я знаю что мне и так понравится он мне уже слюнки текут также можно место творожного сыра вот этого сливочного положить например плавленый сыр вот я же делала рыбку красную горбушу с плавленым сыром почему бы нет у меня просто на данный момент есть вот такой самого начала не делаю ну чтоб тут не заморачиваться смысл равно никакого нет где вы делаете как вы делаете главное чтоб сыр был сыра не жалейте сыра побольше дальше мы открываем наше крабовое мясо рецепт этот я нигде не видела ни у кого не подглядывала просто сама так вот придумала поэтому возможно конечно что у кого-то это есть но я просто всегда в голове своей соображаю как мне понравится чего совместимы ли эти продукты для меня или несовместимы в общем как вы видите особо не жалею раскладываю крабовое мясо также вы можете разложить крабовые палочки почему бы нет не режу ничего не измельчаю одним большим куском чтоб так сказать рот радовался а дальше я закручиваю который был пустой им накрыла и поочередно начинаю крутить все замечательно хорошо на сегодня процедура закончилась в общем вот так высовывается вот такая колбаска у меня получилось дальше я ее кладу в пакет и заворачиваю холодильник и пускай на ночь лежит ждет меня до завтрашнего утра а вы скажете катя ты про огурец забыла а я не забыла просто если огурец сейчас порежу и сюда суну он дашь сок обмякнет лаваш хлеб он же как хлеб он начнет тоже мякнуть мне не нравится вот это все вся квашня я хочу чтобы огурчик был хрустящий поэтому завтра с утра мне останется только полосочками нарезать огурец первый слой же меня не намазан я его немножко подвину туда наложу огурец и опять обратно закручу пока что я умоюсь позавтра пока я умоюсь расчешусь покормлю майлоса как раз у меня огурчик уже дойдет все можно пить кофе и радоваться жизни вот такой у меня легкий рецепт ну как по мой рецепт скажите классная придумала а завтра завтра будет переживаться будет очень классный завтрак а если завтрак у вас классный значит и день будет классный а еще хотела вас спросить у вас есть какие-то традиции но вот семейные традиции или там с подружками но примерно новый год вы всегда ходите в баню или на новый год вы обязательно одевать какую-то новую вещь вот я например да я стараюсь там хотя бы или трусы или носки ну хотя бы что-то одеть новое всегда причем тайком от всех мои трудные родные даже об этом не знаю то я всегда одеваю какую-то вещь новую и бывает даже и ванну подсовываю зачем не знаю почему с чем это связано не знаю но так делаю в новый год с новой вещи а на этом я буду со всеми раз прощаться я вас всех люблю обожаю подписывайтесь пожалуйста наш канал а то 60 процентов зажимают подписку и смотрят нас просто так нажмите на канал подписаться вам же это совершенно ничего не стоит а мне очень приятно до новых видео всех люблю всех целую всем пока пока а что с этим лавашом дальше случилось увидите уже пока